МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации и телерадио компании Гомель. У студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуском. Рыхтуется проект новой союзной чарнобыльской программы. В Хойницком районе прошло посаджение комиссии парламентского схода Беларуси и России по пытаниях экологии, природокорыстания и ликвидации наступствов аварии. Первое – умедая просторы. Сегодня вызначили лепших представников СМИ Гомельщины. Доброчинная справа. Дзялчане с особливостями допомогли увасобить мару життем. А зараз об гэты меньшим больше подрапязна. Беларуско-российский политичный диалог развивается поступово и последовно. Про гэты министр замежных справ Беларуси Владимир Макей заявил сёння на перамовах со своим российским коллегам Сергеем Лауровым, поведомляя Белта. Владимир Макей означал, что баки регулярно проводятся уместные мероприемства на розных узроунях, развивается договорно-правовая база помеж краинами. Паширается взаимодействие помеж Беларуси и Россией и угандлевой экономичной сферы. У свою чаргу Сергей Лауров звернул увагу, что регулярные перемоги позволяют краинам вельми выразно утримливать темп у развития относинного и вызначать конкретные кроки по реализации узгодненной политики в разных сферах. Он нагадал, что баки рыхтуются до проведения посаджения Высшейшего Державного Совета Союзной Державы. Плануется подписать документы об проритетных направлениях и першочерговых задачах дальнейшего развития интеграционного объединения на 4 ближайшие годы. В Хойницком районе сегодня прошло посаджение комиссии парламентского схода Беларуси и России по пытаниях экологии, природокористания и ликвидации наступствов аварии. Депутаты обменялись думками на контрпроект новой союзной Чарнобыльской программы. Какие проблемы возникли подчас распроцовки этого документа и что пропануя беларусский бок, ведая Олег Синцерову. Об масштабах Чарнобыльской трагедии можно мерковать по такой личбе. Только на территории Полесского Державного Радиоцинно-Экологического Заповедника находится 98 отельных вёздок. За 32 годы некие жилые домы набыли вот такие выглядят. Правда, инший раз у них можно сустрять диких живёл. За опасность Чарнобыльской часа в Хойницком районе изнесли больше 2000 будинков розного призначения. С территории района селились около 25 тысяч человек, это больше, чем проживают тут зараз. Почас военного посаджения Комиссии парламентского схода по пытаниях экологии, природокористания и ликвидации наступцев аварий об этом нагадали ясче раз. Хоть основную увагу надали всё-таки сучастным реалием. Полеский вытворчий участок акционерного товариства «Мелковита» сегодня специализуется на выпуске сыров. Некольких годов тому тут реализовали проект, який дозволил створить безотходную вытворчасть. Сыроводку, которая заставалась после выработки продукции, начали перепрасывать экспортно-ориентованную сыровину у российских депутатов. Этот проект выкликал неподробный интерес. Молочное производство, оно предполагает определенный отход в виде сыворотки, которая дает и загрязнение кружающей среды, запах, который людям не нравится. У нас один из таких заводов на Брянщине есть, мне жители постоянно пишут об этих проблемах. Вот этот опыт, я считаю, надо переносить в принципе на все молочные производства. От ликвидации наступтов аварии до устольевого развития потерпелых территорий. У якости прикладу, становшей организацией такого подохода, Ходницкий завод железобетонных вырубов. У 2014-м тут провели модернизацию, у 2016-м у якости филиалу долучили до Мозелского домобудовничьего комбината. Сегодня зарплата на заводе на треть перевышая середнерайонную при стабильном попыте на продукцию. Если в Мозелске это 70 тысяч метров квадратных, проект на мощность, то Ходницкий это 20 тысяч. И совместно мы даем 90 тысяч метров квадратных. Предприятие загружено 100%, работает на полную мощь. С тем, что потерпелыми территориями необходимо заниматься и далее, погаджаются как депутаты Белорусского национального схода, так и Российской Державной Думы. Розница в накерунках оказания допомоги. Сами депутаты тумачить это финансовым складникам в связи с великой колькостью суместных программ. Первый черговый бюджет Чарнобырской программы уже сменчен у двоя. По широку позиций у комиссии досягнули капромиссу, але узгоднить усе позиции, пока не отремалось, то, на думку белорусских депутатов, новая чернобырская программа должна быть больше комплексной. Все предыдущие программы и опыт, и результаты говорят о том, что если мы подходим всесторонне, то тогда это более ощутимо на территориях загрязненных и больше даже результат. Но в каждом направлении сократить просто мероприятие, отказаться, ну, может, от менее каких-то важных. Ну, условно, как пример. Сегодня проводить семинары и делиться опытом можно эту работу вообще вывести в онлайн-режим. А более рационально использовать деньги на решение конкретных проблем. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телерадио-компания «Гомель», Хонинский район. Сегодня у Гомеля подвели выники, что ходовых областного споборництва сирот редакции газет организации «Телебатши нейрадио». Церемония у Знагороджения пераможца упрошла одразу после завершения семинара для региональных сродков массовой информации. Удел в мероприемствах приняла и наша здымочная бригада. На семинар «Гомель» съехались головные редакторы всех региональных сродков массовой информации. С новыми технологиями медиапросторы всех отделников узнайомили выкладчики института журналистики БДУ. В центре уваги оперативность подачи и якость журналистских материалов. Кроме того, ухилы зараз робятся на активизацию деятельностей региональных друкованных и аудиовизуальных СМИ на просторах интернета. У тим леку и в социальных сетках. Из социальных сетей вытащить обратно в средства массовой информации человекопрактически невозможно становится. Но потеря аудитории для СМИ это проблема, с которой надо работать. Может быть не только за счет традиционных каких-то способов, методов, но надо искать новые, не шаблонные подходы. И на мой взгляд самое важное сегодня это учить людей, учить кадры. Учить кадры, работать в современных реалиях, учить медиамаркетингу, учить современному медиаменеджменту. Именно переможцев самого престижного споборництва сирот журналистов, фотокорреспондентов и редакций друкованных и аудиовизуальных СМИ Гомельщины пригучали на урочистую церемонию ознагороджения. Прямо надзначить, что улику перших на сцену за дипломами и премиями узнялися представники телерадо-компании Гомель. Автор программы «Земля наша» Дмитрий Котов удостойны сребра в номинации «Лепший журналист организации радио и телебачення». А переможцей стала Анастасия Кучинская, загадчик отдела информационных программ радио ТРК Гомель. «Прауда рада» признана лепшей сирот региональных организаций телебачення и радио. У споборництв фотокорреспондентов перемогу отримал Александр Сладков, редактор отдела «Молодзевых проблем» Мазырской районной газеты «Життё по лесу». Майстром пиара сирот Друкованок СМИ названый корреспондент газеты «Гомельская правда» Роман Старовойтов. Цель это у самой массовой номинации «Лепшая газета» перемогла свободное слово Заргачевского района. Немало узнагород было уручено и по замежаме конкурсу. Комиссией по подведению выников с поборництва СМИ было принято решение вызначить редакции, какие лепш за все працуют у сети интернет. Лидерство завоевала «Гомельская правда». За шматгодовую пленную прац в развитии белорусской журналистики гоноровое звание Белорусского союза журналистов заслуженный журналист присвоено ветерану телерадо-компании «Гомель» Людмиле Чернецкой. Подяки Министерству информации за активную пленную прац в развитии региональных СМИ удостойна начальник Головного управления идеологичной работы культуры по справах молодца гомельского облаканкама Ирина Довгала. «Хочется сказать о коллегах, что вообще журналисты это на самом деле очень безумные люди, которые готовы работать без праздников, без выходных, без сна, без еды, если понадобится. Они всегда залазят выше всех, проходят дальше всех. И вот все журналисты, которые здесь были, все коллеги, они, безусловно, относятся к этим людям и очень приятно быть в такой компании». Выники за 2017 год подведены. Напереде с поборництвы за звание лепшого в бягучем году. Показать себе еще есть час. За працю. Евгения Кухаронок, Ганна Коральчук, Игорь Марышченко, отель радо-компания «Гомель». Первый в этом сезоне выездный студентский отряд Гомельского областного комитета БРСМ отправился на работу у Туапсе. 27 студентов ГДУ имя Франциска Скарыны полтора месяца будут сумешать приемное с корыстным, працовать у одним з лепших дитячих центров Российской Федерации «Орленок» и отпочивать на морском березе. Молодь будет заденечена у сервисной праце. Умовами договора продугледжено бесплатное проживание и трехразовое харчевание за кошт при маючого боку. Праца у дитячих центра з'является для студотрадовцев выдатной макшимастю подзарабить, познайомиться з іншими студентами з розных кутков СНД и привести великую колькасть становчих эмоций, яких хопить на наступный навучальный год. Летоць гомельские хлопцы и девчатки так само працавали у дитячих лагеря. Але, как трапить у выездных студентских отряд, треба быть саправдой лепшим. Демонстровать поспехи в учебе, на протягу года проявлять активность и удельничать сутворчей и социально-користной деятельности вольный от учебы час. Я уже еду второй раз, ездила в прошлом году, получила уйма впечатлений, поняла для себя, что все-таки не деньги важны, а атмосфера. Сам студентский отряд очень важен, с кем ты вообще находишься. У нас график работает два через два, мы являемся климинговой службой, мы работаем с восьми утра до восьми вечера. Мы хорошо проводим время на море, 30-ти градусная жара, все очень здорово, или же мы даже ходили на водопады, кавказские горы, да, 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 было очень интересно. В рамках международного супрацовництва Гомельским областным комитетом БРСМ так само заключенный договор на праце уладкования студентов на сельхаз предприемства Сергеевская у Московской в области. Усяго за гэты летний период за мяжой будет працевать коля 150 студентов пяти студентских отрадов Гомельщины. Уадзиной доброчинной справе объяднались Гомельская епархия, областная организация Белорусского товарыства Червоного крыжа и администрация Новобелецкого района Гомеля. Разом у них отрымалася набыть гусеничный подъемник для молодой девочины, якая волей лесу оказалась опрыкованной до инвалидного кресла. Сёня у Свято-Петропауловским соборы всталявание передали уладальницы. Подрабязни в нашем наступном сюжете. Мария Кожамякина, не глядячи на усе изменливости лесу, мая активную житевую позицию. Дзявчины-инвалид первой группы, сирота, и выховывают дядуля с бабулей. Проживая семья в шматкватерном доме без лифта, за пожилого взросу родных выходить на улицу Марии становятся все тяжей. Зимой додаются яшче и несприяльные умовы на дворья. По зиме, смотря какая погода была, потому что неизвестно то ли метель, то ли в юго, поэтому если там хорошо почистили дорожки вдоль дома, тогда проедемся, а когда оно заметет, то лучше возле окна посидеть, потому что уже все-таки годы дедушки и бабушки уже берут свое, можно сказать. Да и лето уже хочется на улицу выезжать чаще, знакомыми общаться, гулять. С надеей и верой дядуля Марии извернулся за допомогой у Гомельскую епархию. Тут у справа включились семьясцовые администрации областной организации белорусского товарыства червоного крыжа. Объеднавшися разом у имя гуманности, им довелося знайсти и набыть лесвичный гусеничный подъемник, специально подобранный под кресло Марии. Есть спонсоры, которые тоже отзываются на данные проблемы. Один из них живет в Германии, который нам помог, фамилия его Гурков, который таким взносом своим пожертвовал в Красный Крест, а помогая Красному Кресту мы помогаем другим людям. Ну и конечно органы власти во взаимодействии с общественными объединениями и с Православной Церковью может делать чудеса. И надо всем верить, что чудеса случаются на благо наших людей. Марии вельми подобается допомагать бездомным живелам. Янанавад свою дальнейшую эдукацию плануя связать со специальностью ветеринара. Подъемник может допомогать девочине займаться любимой справой без пирожкот. Яугиня Кухарона, Колесе Рудянкова, Игорь Марышченко, телерадиокампания Гомель. За минулые годы амаль полову бягучего в Гомельской области зарегистровано свыше двох десятков выпадков отручвания грибами. Потерпели жихары Гомельского, Добружского, Кармянского, Мазырского, Рогачевского районов и областного центра. Основными причинами отручвания уз'являются неаведанне видового складу грибов, игнорование правилами их заховывания и приготовления и несвойчасовый зворот потерпелых за медицинской допомогой. Первые предметы отручвания выявляются празд 6-12 гадин после приема уезжу. У детей и пациентов, которые покутают странировокишечными захворваниями, этот термин может скоротиться до 2-1. Основные симптомы дрянное самоотчувание, боль в животе, млосность, мощная головная боль. Чтобы не стать ахвярой отручвания грибами, треба быть вельми осторожными при их сборе и уживании. Так, сбирать необходимо только заведомо ядомые грибы, которые не вызывают сомнений. Не рекомендуется купить грибы в несанкционированных местах в уличном гандле для крамов на припинках в сдох транспортных магистралей. Батьки должны память, что грибами нельзя кормить детей, особенно маленьких. Это и так и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд, а я с вами разведываюсь. Усяго доброго и до новых встреч эфиры. Дефакто продолжает эфир телеканала Беларусь4 в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. 18 спецмашин и более полусотни спасателей. В Гомеле горела еще одна пилорама. Пожару был присвоен третий номер сложности. Справиться с ним удалось лишь спустя два с половиной часа. Сообщение о возгорании на улице Барыкина поступило от очевидцев в пол первого ночи. К моменту прибытия подразделений МЧС горела крыша двухэтажного здания. Здесь располагались склады, дерево, обрабатывающие станки, а также кабинеты. Огнем пожара устанавливается. Еще хотелось бы отметить, что распространение пожара послужило не только позднее обнаружение, но и несоблюдение субъектом хозяйствования противопожарных разрывов, что и явилось источником переброски огня на сам лесопильный цех. Отмечу, что это уже второй пожар на деревообрабатывающем предприятии региона за последнее время. 12 мая горела пилорама в деревне Уза. Поездка бесправников в Калинковичском районе закончилась ДТП. Не обошлось без пострадавших. Инцидент произошел на шестом километре автодороги Юшки-Горочичи-Липов. По предварительной версии, 21-летний водитель за рулем Volkswagen Passat не справился с управлением. Из-за этого автомобиль съехал в кювет, где опрокинулся. В результате происшествия ехавшая в качестве с ним 20-летняя пассажирка получила телесное повреждение и была госпитализирована в Калинковичскую Центральной районной больнице. Чтобы легче было найти, еще 130 велосипедов в Гомеле поставили на учет. Милиция провела соответствующую акцию. Мероприятие прошло на оживленных перекрестках областного центра. Проезжавшие мимо владельцы двухколесных коней могли без труда поставить их на учет. Отмечается, что в регионе на базу данных попали уже свыше 2500 единиц транспорта. Описывается полностью модель велосипеда, его серийный номер, особые приметы, данные владельца, когда, где куплен. И в случае, если это транспортное средство было утеряно либо похищено, в дальнейшем это намного упрощает поиск таких велосипедов. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Команда Гомельского областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта заняла восьмое место в чемпионате Беларуси по баскетболу среди мужских команд. Гомельчане в серии за седьмое место дважды уступили гродненской команде при Немане 58-72 и 76-93. Чемпионами страны в десятый раз стали столичные Цмоки. В финале Драконы без проблем одолели Могилевский Борисфен. Бронзу завоевала Гродна 93. В серии за третье место гродненская команда разделалась с Витебским Рубоном. Команда Гомельской области стала второй в общем зачете первенства Беларуси по дзюдо среди молодежи до 23-х лет. Соревнования проходили в стайках. Мужчины завоевали на республиканском старте три награды. Бронзовыми призерами стали Егор Трухан, Матвей Шереметьев и Артем Радченко. В командном зачете у них шестое место. Девушки выступили куда успешнее семь медалей. Победителями первенства стали Янина Дубинина и Виктория Новикова, Сереброва Ангелина Демковская, Ксении Будько и Виктории Курлович. На третью ступень пьедестала почета поднялись Мария Глеза, Валентина Трошко и Алина Постоловская. В общем зачете наши девушки лучшие. С учетом выступления мужчин и женщин Гомельская область в командном зачете на втором месте победила дружина Минска. В Гомеле сегодня состоялось первенство области по вольной борьбе. Во дворце легкой атлетики соревновались юноши и девушки в возрасте 14 и 15 лет. Своих воспитанников на состязание выставили все спортивные школы региона. В заявке почти 140 спортсменов. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда области, которая с 14 по 16 июня примет участие в первенстве в Беларуси. В число лучших попадут 10 юношей и 10 девушек по одному спортсмену в каждой весовой категории. Правда, команда нашего региона в оптимальном составе отправиться на республиканский турнир не сможет по довольно приятным причинам. У нас просто еще накладочка в эти сроки по этому же возрасту первенство Европы будет проходить в Венгрии. У нас как бы один человек уезжает и еще два под вопросом. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова